смотрите сегодня я знаю что вы категорически не хотите вникать в политическую повестку нашей страны а вот и вопрос вот какой в последнее время вот очень сильно как бы с приходом новой администрации у нас идет активная такая пропаганда того что люди имеют право выбирать свой пол то есть мы говорим о смене пола в раннем возрасте там чуть ли не 13-14 лет и насколько знаю сейчас но практически все ведущие религии мира не сильно к этому ну как бы спокойно относятся они категорически против но кроме наверно кого-нибудь там католиков которые все принимают 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 и вот вопрос если все таки вот эта политическая на адженда все таки захватит вверх в нашей стране а будут ли иудеи принимать трансгендеров ну скажем да человек сменил пол в раннем возрасте всю жизнь допустим из мальчика стал девочкой и ведет себя как девочка либо наоборот из девочки стал мальчиком и ведет себя полностью как мальчик вот по всем канонам соблюдает все правила мужского поведения он имеет право быть иудеями или и занимать какие-нибудь высокие должности в иудаизме или все-таки это будет табуированная тема ну во первых иудаизме как мы надеюсь уже с вами неоднократно заметили я надеюсь я это неоднократно повторял такого понятия как табу не существует я это мой в общем то личный подход я считаю что любые темы должны обсуждаться и лучше они будут обсуждаться чем они будут являться табу понятно что на самом деле руслан я очень рад что вы задали именно такой вопрос потому что вопрос который вы задали он сформулирован тем образом что именно политическая агенда да то есть политическая это не вопрос религиозности это не вопрос твоих убеждений это вопрос просто твоей политической я не говорю сексуальной а именно политической ориентации мы живем очень странное время где даже сексуальная ориентация становится политической и это просто кошмар я вам даже больше скажу что ну дамы господа просто учите историю падение рима если вы почитаете действительно различные исторические исследования как не только рима в общество во многих империях именно тогда когда начинал звучать полный разгул разврата а я привожу примеры рима потому что рим это было даже то что нам показывают кинофильмах или мы читаем художественной литературе это только цветочки по отношению к тому что действительно происходило время особенно концу римской империи приводит к распаду империи почему потому что в тот момент когда человек начинает полностью уходить в топ свою сексуальную ориентацию то кем он по кем я хочу быть мальчиком или девочка и так далее это происходит это значит что человек начинает полностью зацикливаться на себе любимом общество в котором существуют люди это нормальное проявление просто нарциссизма когда ты настолько зациклен на себе что ты не думаешь о том как ты что можешь сделать для общества а ты считаешь что постоянно общество должно что-то тебе должно относиться к тебе особенно потому что ты считаешь что ты особенный должны почему-то все знать чем-то и с кем ты занимаешься в постели хотя это твое личное дело и это приводит именно к разрушению общества тогда когда вектор ответ социальной ответственности направлен на меня а не направлен на социум направлена на 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 общество и поэтому я очень действительно рад что вы сказали что это политическая агенда а никак не связано с твоей действительно какими-то убеждения теперь с религиозной точки зрения в этом вопросе все предельно просто всевышний сотворил нас мужчина и женщина причем первоначальное творение первый человек был не как нам любят рассказывать что там про ребра там и так далее яблочки ничего подобного там не было а идет речь о том что первый человек это был мужчина и женщина вместе было идеальное существо которое дополнял друг друга до вот этого вершина вершина творения где и мужские и женские качества совпадали в одном человеке потом нас разделили на две части и мы так сказать ищем друг друга полноценный человек все равно остается сочетание мужчины и женщины как не крути кем бы ты себя не считал и не политизировал свою сексуальную ориентацию и теперь тот факт что в торе действительно рассматриваются такие моменты как например да это запрет на мужеложество то ли абсолютно напрямую он упоминается это значит что такая слабость да тяга к этому она существует это значит что тора рассматривает это как определенную человеческую слабость мы не отрицаем существование этого но самое опасное в таком вопросе это когда ты перестаешь рассматривать это как человеческую слабость точно так же как слабость того что там я не знаю я люблю сладко и от этого у меня повышается сахар и портится давление, я не рассматриваю это как мою привилегию, я рассматриваю это как какую-то слабость. Точно так же и различные запрещенные сексуальные связи, которые в конце концов и приводят к этому трансгендерному политике, это нужно рассматривать как определенную слабость абсолютно нормальную, человеческую. Мы люди, и это нормально. Но тогда, когда наши собственные желания, страсти, слабости, какие-то зависимости, что-то, что нам очень-очень хочется возводиться в вершину угла, в вершину пирамиды, мы это начинаем легитизировать, что раз мне это хочется, значит мне кто-то должен, это приводит к уничтожению общества, потому что социум живет не потому, что мне что-то нужно, а потому что я готов давать этому социуму. Так живет нормальное, здоровое общество, в тот момент, когда мы считаем, что мне должны, потому что у меня есть такие какие-то, не то чтобы отклонения, но какие-то наклонности, назовем это, это начинается проблема. Твои наклонности, это твои наклонности, это абсолютно нормально, это человеческий фактор, но только не нужно, чтобы все общество преклонялось перед твоими наклонностями. Будь частью общества точно так же, как любой другой человек, и держи свою половую жизнь при себе, это твое личное дело. Почему я вдруг должен восхищаться тем, что ты спишь с мужчиной или женщина спит женщина или мужчина. Спит женщина — это твое личное дело. И это приводит к дальнейшему. Именно политизация, а точнее, то, что мы называем современным идолопоклонством. Ведь я надеюсь, вы понимаете, что сегодня того идолопоклонства, о котором говорится в наших текстах 2-3 тысячи лет назад, когда поклонялись каким-то там стуканом или фигуркам и так далее, он существует. Сегодня существует самое сильное и абсолютно непоколебимое идолопоклонство, которому противостоять невозможно — это поклонение самому себе любимому. Это самое большое идолопоклонство, которое у нас есть, где мы всегда свои приоритеты, свои потребности ставим превыше потребностей общества. Здоровое общество — это там, где соблюдается этот баланс. Но не нужно свои склонности навязывать общество как норму поведения. Я же не говорю о том, что сейчас все должны заниматься сексом так, как я это люблю делать. Это мое личное дело, как я люблю заниматься сексом. Я никого-то не собираюсь ни с кем этим делиться, это между мной, моей женой, и слава богу, мы уже через несколько месяцев 25 лет женаты, все у нас хорошо. Почему нормами поведения должны становиться сексуальными, сексуальные потребности, желания кого-то другого? То же самое происходит и с тронгендерами. Теперь тут, конечно, нужно коснуться законодательного момента. Мужчина, который решил стать женщиной, потому что он сделал физически какую-то пластическую операцию, поменял себе там что-то и так далее, и пьет гормоны, и у него вырастает грудь с точки зрения торы, остается мужчиной. Вот как его Всевышний сотворил, как он пришел в этот мир, он остается мужчиной. Другой вопрос, что он, как в нормальной ситуации, он отказывается от своих обязанностей и привилегий как мужчина. Соответственно, такой человек не может быть частью Миньяна, потому что часть Миньяна, допустим, то, что называется общественной молитвой, это 10 мужчин. Почему женщины не считаются? Потому что обязанность в изучении торы и молитвы лежит именно на мужчинах, и поэтому частью общественной молитвы может считаться только мужчина. Это абсолютно искаженное понимание, когда говорится, что это дискриминация женщин. Нет, просто частью общественной молитвы может считаться только тот, у которого есть в этом обязанности. У женщины с точки зрения торы нет обязанности молиться, у нее и так все хорошо. У женщины нет обязанности Это не значит, что у женщины есть на это запрет. Женщины на сегодняшний день, да даже еще тысячи лет назад были величайшие женщины-мудрецы. В Талмуде две тысячи лет назад рассказывают о женщинах, к которым все мудрецы приходили и спрашивали вопросы, потому что они были самыми мудрыми. Но это потому, что они это используют как по своему желанию. У них нет обязанности изучать Тору и нет обязанности, ты не можешь быть частью общественной молитвы. Мужчина является частью общественной молитвы, потому что у него есть обязанности. Если привести это из простого образа жизни, то если вы военно обязанный, то вас призывают в армию. Если вы не военно обязанный, то это ваше личное дело, вы можете быть волонтером. Я когда служил в армии, в конце со мной случилось, служило несколько ребят в израильской армии, волонтерами абсолютно нормально и так далее. Но из волонтеров не военно обязанности. Не делаются регулярные войска. Регулярные войска делаются из военно обязанности. Точно так же в данном случае и в общественной молитве. Соответственно, человек, который был мужчиной и решил от этого отказаться, от своих привилегий, он не может теперь получить те привилегии, которые есть у женщины, потому что рождён он мужчиной. Соответственно, рожать, выполнять различные заповеди, связанные с женщинами, ходить в мигу и так далее, он не может просто физиологически. То, что он играет дочке матери на деньги, это его личное дело. Никто его не заставляет, это всегда остаётся своего выбора. Но отказываясь от своих привилегий и обязанностей, в первую очередь, как мужчину, ты теряешь право быть частью меняна. А практически то же самое происходит и с женщинами. Женщина, меняя свой пол, не становится мужчиной, а всё, что это делается, она отказывается от своих привилегий и обязанностей быть женщиной. Соответственно, люди сделали какой-то выбор. Наша жизнь построена из этих выборов. Ты делаешь выбор, у тебя есть какие-то consequences, какие-то последствия. Если ты считаешь, что твой выбор должен определять нормы общества, то значит ты не совсем понимаешь, что такое общество. Общество включает в себя, должно удовлетворять максимальному общему знаменателям интересов всех. И поэтому не нужно, пожалуйста, своё счастье, извините за такое выражение, натягивать на кого-то другое. Ты сделал свой выбор, это твоё личное дело. Но почему я уважаю тебя как человека, это твой выбор, но есть определённые законы, которые не соответствуют твоему выбору. И поэтому религия, в первую очередь иудаизм, это образ жизни. И когда ты делаешь какой-то свой выбор, то, соответственно, есть результат этого выбора, что ты лишаешься каких-то обязанностей и привилегий. Это не ущемление прав, это твой собственный выбор. Ну, смотрите, вы говорите, что это просто выбор, это просто прихоть, да, но если мы будем смотреть на такой вариант, да, что женщина убеждена, то есть это её вера, это её убеждённость в том, что она хочет принимать участие в этой молитве десяти. И поэтому она проходит через такой сложный путь трансгендерства, то есть смены пола, чтобы принимать в этом. То есть она не хочет нарушать правила и заставлять принять туда женщину. Она хочет поменять форму, скажем так, одежды и стать полезной для этой религии. Закон от того, что у тебя есть какие-то пристрастия, и ты хочешь изменить себя и так далее, законы, которые существуют, не меняют. Разница между демократическими законами и полудемократическими, имеется в виду религиозного законодательства, это то, потому что полудемократические, потому что они всё равно принимаются большинством, да, заповедь истории, что мы идём за большинством в определении закона, они не меняются из-за того, что у тебя есть какие-то ощущения. Более того, мы уже неоднократно об этом говорили, иудаизм сугубо интеллектуален. И вся идея развития человека — это как можно больше развивать свой интеллект и анализировать происходящее, чтобы твои решения были не по твоим чувствам эмоциональные, импульсивные, а то, что мы называем разумными. И тогда, что значит разумное решение? Этот человек принимает решение на основе того, что человек ощущает, а на основе анализа той реальности, в которой этот человек живёт. Если ты принял какие-то решения на основе своих эмоций, которые ты называешь, своих ощущений, которые ты называешь своими взглядами и так далее, ну это твой собственный выбор, я его полностью уважаю. Более того, главная заповедь из Торы, которая, как говорит Раби Акиба, который очень релевантен к сегодняшнему времени в еврейском календаре, он говорит, что это главное правило всей Торы — «возлюби своего ближнего как самого себя», то есть это значит, что всё остальное в Торе является частью этого правила, его никто не отменял. И для меня лично, мне абсолютно безразлично, какие у человека взгляды, подход иудаизма, разделяй поступок и человека. С любовью я всё равно к нему буду относиться. Пожалуйста, приходи в синагогу, я буду очень тебя рад видеть, вне зависимости от твоих убеждений. И если для человека, это абсолютно чётко можно проверить, если для человека действительно его сексуальные предпочтения и так далее, такое, конечно, существует, оно связано с его внутренним миром и ощущением, а не политической аджентой, то тогда такой человек, который придёт в синагогу, он в первую очередь будет относиться с уважением окружающим, к окружающим, а не требовать, чтобы все вокруг относились с уважением к его сексуальным или её сексуальным предпочтениям. Это называется здоровое общество, где вне зависимости от того, какие у тебя убеждения, ты относишься с уважением к остальным. Поэтому я ещё раз говорю, заповедь любой ближнему никто не отменял. Человек, который будет менять себе пол. Мне всё равно абсолютно, что такой человек будет делать, он или она, придя в синагогу, я отношусь к нему как к любому другому человеку, который пришёл в синагогу. Кстати, хочу подчеркнуть, что запрет истории на мужеложество абсолютно такой же запрет, как на нарушение шабата. Но почему-то, к сожалению, в достаточно шовинистическом обществе, в котором мы живём, когда приходим в синагогу, человек приезжает на шабат на машине, не ставит её прямо у входа, к этому относятся нормально. У меня нет никакой проблемы с человеком, который имеет какую-то другую сексуальную ориентацию всё то время, что эта ориентация будет его личное дело, и он не будет это навязывать, какое-то особое отношение к нему для общины. И я, поверьте мне, у меня очень много друзей нетрадиционной сексуальной ориентации. Достаточно много людей приходят к такой ориентации, ко мне в синагогу, и те, которые ведут себя с уважением к тому обществу, в котором находится, простая человеческая культура, к ним точно так же относятся с уважением. Но твоё личное дело – это только твоё личное дело. Не надо своё счастье навязывать всему обществу. А такой вопрос ещё всё-таки уточняющий. Скажи, что, в принципе, трансгендер может прийти в синагогу, и если он будет уважать окружающих, он имеет право там находиться. А если, допустим... Любой другой человек. Понятно, да. Если человек сменил пол и придя в синагогу, у вас же есть разные правила для мужчин и для женщин поведения в синагоге. Трансгендер. Как он должен себя вести в синагоге, если вы говорите, что его туда пускают и ему радуют? Практический вопрос, который вы задаёте, вот реально практический вопрос. В синагоге, в нормальной ортодоксальной синагоге, есть разделение на мужскую и женскую стороны. Просто потому, что если со мной будет сидеть, по крайней мере, даже моя жена, я спокойно молиться не смогу. Я думаю, что вы понимаете. Почему? У меня будут в голове совершенно другие мысли. Поэтому мы разделяем на мужскую и женскую сторону, чтобы во время молитвы все сосредотачивались. Вот здесь действительно должен быть вопрос. Если это человек, который позиционирует себя как трансгендер, прямо показывает это, то тогда это проблема. Это значит, что у него нет потребности быть девушкой или у девушки потребности быть мужчиной. А потребность просто ко вниманию к себе. Тогда это проблема. тогда, когда человек поменял пол, потому что у него есть ощущение, ощущает себя полностью женщиной, он не будет пользоваться, если это мужчина или женщина. Но мужчина не будет принимать себе внимание. Для него это будет что-то естественное. Если для тебя это естественно, садись на женскую сторону. Если ты поменял мужской, мужчина, садись на мужскую сторону. У нас еще не было на практике, в моей 30-летней раввинской практике не было меньше 30 лет, я больше 30 лет соблюдаю Тору и заповеди, но такой проблемы еще не было. Но, как говорится, будет проблема, будет решение. Но это единственный практический вопрос. А дальше синагога — это просто какой-то портал, где ты можешь общаться, например, тет-а-тет со Всевышним. Может, где угодно, просто в общественной молитвой действительно считается, что это более близкое общение. Потому что, как сказано, что слава царя, она в количестве, поэтому мы собираемся вместе. А твои отношения со Всевышним никто не регламентирует. Бери книжку, читай, общайся. Почему это как-то должно повлиять на всех остальных или все должны как-то обращать внимание на твой пол? Нет. Это твое личное дело. Приходи, садись, говори с Богом. Мы всех будем любить. Главное, что не навязывай отношения к себе, другим людям. В конце концов, это просто недостаток внимания. И сделать еще что-то особенное, чтобы на меня еще обратили внимание, на этом строится вся современная поп-культура. Ну и последний вопрос. Можно уже увидеть много католических церквей, где висит на входе радужный флаг, который говорит о том, что добро пожаловать всем нетрадиционным ориентациям к нам, и мы вас будем абсолютно... В ближайшее время мы можем увидеть возле синагоги радужный флаг? По-моему, я достаточно четко ответил на этот вопрос. Все, те, кто хотят прийти в синагогу, мне абсолютно важно. Не важно, какие у вас сексуальные ориентации, приходите. Я не буду... Нет, я имею в виду именно публичного заявления о том, что вот вывесить на входе в синагогу радужный флаг. Лично, чем на радиостанции РУСССР не может быть, но я не буду вывешивать никакие флаги на своей синагоге ни за те политические движения, ни за эти политические движения. Мне абсолютно безразлично, какая у вас ориентация и как политическая, так и сексуальная. Заповеди в ближнем, как я сказал, никто не отменял. В большинстве американских синагогах стоят американские и израильские флаги. Говорится молитва по законодательству, за благополучие государства, в котором мы живем, ну и потому, что Израиль это наш дом, мы говорим благословение за государство Израиль и за солдат государства, за солдат израильской армии, а все остальное это уже политика. Политики в синагоге, политике в синагоге не место. И тогда, и к сожалению, сегодня вывешивание флагов это такая же политика. Для того, чтобы действительно равноправно относиться ко всем, мы не приглашаем именно этих или именно этих. Мы приглашаем всех. Для этого флаги вывешивать не нужно. Это был Арабай Ашер Ашуль. Спасибо огромное. Вам был потрясающий разговор. До встречи на следующей неделе. До свидания. До свидания. Пока. You got it!